В эфире новости Израиль. В студии Денис Гольдман. Добрый вечер. И в начале коротко о главных темах выпуска. Последний бой. Адвокаты Нетаньягу завершают выступления на досудебных слушаниях. Защита довольна собой, обвинение защитой. Слово за юридическим советником правительства. Миру мир. Израиль продвигает соглашение о завершении конфликта с арабскими странами. Во внешнеполитическом ведомстве еврейского государства уверенно говорят об историческом договоре. От перемены планы не меняются. В Белом доме намерены представить сделку века после формирования правящей коалиции в Израиле. Администрацию Дональда Трампа не волнует, кто возглавит израильское правительство. Последний день досудебных слушаний по делам премьер-министра Беньямина Нетаньягу. Сегодня в офисе юридического советника Авихая Мандельбрита защита главы правительства представляет аргументы по делу 2000. Касается это дело переговоров между Беньямином Нетаньягу и Арненом Мозесом, владельцем концерна «Идиота Хронот». Обвинение считает, что Нетаньягу, пользуясь своими деловыми связями, помогал Мозесу искать инвесторов для его убыточного издания. Мозес обещал Нетаньягу информационную поддержку на выборах 2015 года. Защита настаивает, что обвинения не выдерживают критики. В реальности никакой информационной поддержки Нетаньягу от издания «Идиота Хронот» никогда не получал. Все, что он сделал, организовал Мозесу несколько встреч с потенциальными иностранными инвесторами. Но и это не принесло концерну особой пользы. Адвокаты Нетаньягу, как и сам премьер-министр, настаивают, что доказательная база отсутствует и в остальных двух делах. Тысяча и четыре тысячи. Защита премьер-министра не оставляет надежды разбить фундамент, на котором прочно, пока, во всяком случае, стоят дела четыре тысячи, две тысячи и тысяча. В Министерстве юстиции приступили к обсуждению дела «тысяча», или, как еще его называют, «дела о подарках», по материалам которого глава правительства Бениамин Нетаньягу получал дорогие подношения от своих друзей, будучи высокопоставленным государственным деятелем. Премьеру инкриминирует мошенничество и злоупотребление служебным положением. На прошлой неделе, в среду и четверг, в канцелярии юрсоветника правительства состоялись слушания по делу четыре тысячи. В общей сложности на его обсуждение ушло около 22 часов. Адвокаты главы правительства настроены оптимистично. По их мнению, все дела против их клиента будут закрыты. Сторона обвинения, руководители Минюста практически не мешают адвокатам премьера аргументировать и высказываться всеми силами, пытаясь изменить список подозрений в отношении Бениамина Нетаньягу. В последние дни стороны положительно высказывались в адрес визави. Как адвокаты Нетаньягу высказывали свое уважение к юридической системе, так и прокуратура лестно отзывалась о профессионализме защитников премьера. Но, несмотря на это, говорить о переломном моменте преждевременно. Источники, имеющие отношение к тем самым досудебным слушаниям, утверждают, что до сих пор адвокатам главы правительства не удалось доказать невиновность премьера. Хотя и отмечается, что доводы защиты блестящие. Но вместе с этим подозрения в отношении главы правительства по делу 4 тысячи пока снять не удалось. А это взятка, злоупотребление служебным положением и мошенничество. Еще одни слушания по делу 2 тысячи. Возможный сговор между главой правительства и главой холдинга «Идиота Ахрунот», но не Мозесом. Последнего подозревают в попытке подкупа премьер-министра. После завершения досудебных слушаний слово за юридическим советником правительства. А Вихай Мандельбрид сопоставит доводы обвинения и защиты и вынесет решение. Либо все три дела, или некоторые из них в отношении Натаньягу, будут закрыты, либо Натаньягу предстанет перед судом. В случае, если премьер-министр сможет сохранить пост, то ему не нужно будет уходить в отставку, даже если Мандельбрид доведет дело до суда. У Натаньягу внушительная команда адвокатов. Всего 10 человек. Защиту главы правительства возглавляют видные израильские юристы. Амид Хадад, Йоси Ашкенази и Рам Каспи. Последнего в израильской прессе называют не иначе, как мозговым центром адвокатов главы правительства. Задача защиты – добиться закрытия уголовных дел. Мы представим всем известные доказательства, а также и новые факты. Мы уверены, что как только представим всю информацию, не останется ничего иного, как закрыть дело. Мы верим в то, что слушания будут успешными и никакой сделки не потребуются. Мы верим и знаем, в итоге все три дела должны быть и будут закрыты. 40 лауреатов премии Израиля, писатели и актеры подают совместный иск Верховный суд страны с требованием отменить закон о национальном характере государства. Среди инициаторов – писатель Давид Гроссман, актер Гаври Банай, профессор Алис Шалви, художница Михаль Нейман и другие. Они требуют добавить в текст закона фразу, которая бы закрепила права меньшинств в Израиле. Государство Израиль является национальным государством еврейского народа и национальных меньшинств, проживающих на его территории. Закон о национальном характере государства был утвержден Кнессетом в июле 2018 года и до сих пор вызывает споры. Израильские суды, в том числе и Высший суд справедливости, рассматривают иски, поданные в связи с этим законом. Израиль продвигает соглашение о прекращении военных действий с арабскими странами. Об этом сообщает Министерство иностранных дел еврейского государства. Глава МИДа Исраиль Кац провел встречи с представителями арабских государств в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Именно Кац в этом году возглавил израильскую делегацию. Премьер-министр Бениамин Нетаньягу не смог прилететь в Нью-Йорк из-за внутриполитических проблем, связанных с формированием коалиции. Выступая в ООН, глава внешнеполитического ведомства Израиля отметил, что государства Ближнего Востока обязаны сотрудничать перед лицом общего врага, режима Айатолл в Иране. Кац объяснил, что после заключения соглашения стороны могли бы перейти к расширенному сотрудничеству в гражданской сфере. В Твиттере министр написал, что если мирный договор будет подписан, это станет историческим шагом для всего региона. Такие соглашения положат конец конфликту и сделают возможным региональное сотрудничество. До подписания мирных договоров. Во время визита в ООН я представил инициативу министрам иностранных дел арабских государств и представителю администрации США Джейсону Гринблату. В Израиле понимают, что без урегулирования Палестино-Израильского конфликта арабские страны не решатся на заключение мирного договора с Израилем. Сам документ, по информации источников МИДИ Израиля, основан на Хартии ООН. Стороны отказываются от вступления в альянсы, направленные друг против друга. А споры и конфликты должны решаться за столом переговоров. Совместная израильско-палестинская комиссия обсуждает порядок перевода денег автономии. Эти средства еврейское государство взимает в виде налогов и таможенных сборов. О возобновлении траншей было объявлено в конце минувшей недели, после встречи министров финансов Израиля и палестинской автономии. Перевод средств был заморожен в феврале нынешнего года. Иерусалим потребовал от Рамалы перестать выплачивать пособия террористам и их семьям. Речь идет примерно о 500 миллионах. Пяти тысячам палестинцам разрешен въезд в Израиль. При этом срок разрешения увеличен с трех месяцев до полугода, а минимальный возраст для получения лицензии снижен с 30 до 25 лет. Речь идет о реализации соглашения о перемирии и улучшении гуманитарной ситуации в секторе с Хамасом, которое было достигнуто при египетском посредничестве. Аналитики не исключают, что все это связано и с приближающимся оглашением политической части американской сделки века. Посол США в Израиле Дэвид Фридман заверил, что документ обязательно представят в этом году, но чуть позже. По словам дипломата, еврейское государство сейчас не готово, занято поствыборными делами. В администрации Белого дома настаивают, что мирный план сделает Израиль сильнее и безопаснее. Поэтому сделка века будет опубликована сразу после формирования правительства. И неважно, кто возглавит кабинет министров. В Иерусалиме считают, что 45-й глава Белого дома все-таки должен представить документ. Хороший план или плохой, но Трампу нужно показать своим избирателям, что он, находясь в Белом доме, хотя бы попытался выполнить предвыборное обещание. Сделать все для достижения мира между израильтянами и палестинцами. Полное, окончательное и безоговорочное урегулирование палестино-израильского конфликта. Обещание, которое президент США дал еще три года назад в ходе предвыборной гонки. Если палестино-израильское соглашение не будет заключено в мое президентство, оно не будет заключено никогда. Шанс положить конец продолжающимся уже несколько десятилетий конфликту очень высок. Я знаю, что палестинцы хотят заключить сделку, но немного же манятся. Ладно, я понимаю, почему они так себя ведут. С точки зрения президента, в котором навеки поселился бизнесмен, в основе будущего урегулирования палестинской проблемы лежит именно экономический мир. А потому следует разделить политику и бизнес вопросы. На конференции в Бахрейне под названием «От мира к процветанию» американцы официально представили экономическую часть сделки. Их предложение предполагает вложение в Палестину и ближайшие страны региона 50 миллиардов долларов в виде государственных и частных инвестиций в течение 10 лет. В совокупности речь идет о более чем 100 проектах в инфраструктурной, промышленной, туристической и образовательной сферах. При этом палестинским территориям достанутся 28 миллиардов. Остальные пойдут на экономический подкуп гарантов – арабских соседей. Теперь это политическое решение США добавили к их решению признать Иерусалим столицей Израиля, переместить туда посольство, рассмотреть вопрос о разрешении строительства еврейских поселений и отказаться от решения двух государств для двух народов от 1967 года. Это программа и повестка Бениамина Натаньягу и Шелдона Эдельсона. Соединенные Штаты имеют право сказать, что они не хотят давать деньги. Но кто дал США право одобрять кражу наших земель, нашего будущего, нашей столицы, нашей мечети Алякса – они не имеют никакого права. Опасения понятны. В СМИ просочилась достаточная информация о том, как видится Белому дому будущее в данном направлении. Речь, судя по всему, идет о создании на территориях сектора Газа и западного берега реки Ордан государства «Новая Палестина», но с очень ограниченными внешнеполитическими возможностями. Не говоря о том, что с точки зрения Вашингтона, Израилю должен достаться полный контроль за еврейскими поселениями на западном берегу реки Ордан, равно как и реальный контроль над Иерусалимом. При этом «Новая Палестина» будет лишена возможности иметь свои вооруженные силы, а защищать ее от возможных внешних агрессий будет доверено Израилю. Бахрейнское мероприятие просто ужасно. Это рабочая группа, которая по своей сути оторвана от реальности. Авторы представленного там документа не упомянули израильскую оккупацию, поселение, государство Палестина, два государства, границы 1967 года, Иерусалим и так далее. Это было всего лишь интеллектуальное упражнение, которое ни к чему не приведет. Но есть ли у Трампа план «Б»? Этот вопрос, который волнует не только израильтян, но и самих американцев. На сегодняшний день у Вашингтона в качестве агента влияния есть саудиты и египтяне. Не получить Дональд Трамп и напрямую занимающийся продвижением сделки Джаред Кушнер добро от лидеров арабского мира – сама идея утопична. Ведь и политическое давление, и денежную подушку должны обеспечить арабские соседи-палестинцы. Что касается Израиля, отношения США сегодня находятся на пике. Действующий премьер-министр Бениамин Нитаньягу настаивает. Все это благодаря его дипломатическим талантам и дружеским отношениям с американским лидером. Господин президент, я привез вам ящик лучшего вина с Голланд. Я понимаю, что вы не любитель вина, но могу ли я отдать его вашим сотрудникам? Да, можно. Надеюсь, что они не начнут расследование по этому вопросу. Впрочем, и политическую часть сделки века, несмотря на утечки, никто из ее непосредственных фигурантов пока не видел. А значит, нет ответа на вопросы, что на самом деле будет с концепцией двух государств для двух народов. Будет ли разделен Ярусалим? Должен ли западный берег остаться под юрисдикцией Израиля? Да и внезапные отставки двух непоследних участников процесса, Джейсона Гринблота и Джона Болтона, не добавляют оптимизма. Но одно в этой сделке не может не радовать Израиль. По всей вероятности, Вашингтон не планирует повторять опыт 1993 года. После заключения норвежских соглашений была создана палестинская автономия. Договор обязывал палестинцев принять меры для предотвращения терактов против Израиля. Подписание соглашения знаменовало конец первой интифады. Рабин и Арафат получили Нобелевскую премию мира. Согласно соглашениям, в течение пяти лет предполагалось достичь окончательного решения палестино-израильского конфликта. Не получилось. В конце сентября 2000 года началась вторая интифада. Никак не получается достичь внутрипалестинского согласия. Движение ФАТХ отвергло инициативу группировок из сектора газа о национальном примирении. В Рамале это предложение назвали несерьезным. Речь идет об инициативе, представленной восемью палестинскими фракциями в секторе газа на минувшей неделе. Главный переговорщик ФАТХ Азам Аляхмад назвал эти группировки марионетками Хамаса. Он обвинил исламистов в торпедировании любых попыток добиться настоящего внутрипалестинского примирения. Добавлю также, что на прошлой неделе председатель автономии Махмуд Аббас пообещал с трибуны Генассамблеи ООН, что по возвращении из Нью-Йорка он объявит о проведении всеобщих выборов на палестинских территориях и на западном берегу и в секторе газа. Что касается поствыборной ситуации в Израиле, то решение о возвращении мандата на формирование коалиции президенту все еще не принято. Об этом заявил глава правительства Бениамин Нетаньягу на встрече с лидерами правых и религиозных партий. Премьер-министр отметил, что коалиционные переговоры Ликуда с Кахоль-Лаван о создании правительства национального единства зашли в тупик. И в их провале Нетаньягу обвинил партию Бени Ганса, которая отменила последнюю встречу переговорных групп. Глава правительства подчеркнул, что блок правых партий продолжит вести переговоры единым лагерем. На заседании фракции НДИ ее лидер Абигдор Либерман заявил, что если Ликуд и Кахоль-Лаван не смогут договориться до завтрашнего дня, он представит собственное предложение по преодолению кризиса и формированию коалиции. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь на RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова